Эфир Хабар 24 продолжает выпуск новостей. В студии Патагу Саркулова. Здравствуйте. Глава государства Хасимжу Мартухаев выразил соболезнования президенту Республики Кореи Юнсу Акьолю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оболзней. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю слова сочувствия родными и близким погибших в стихийном бедстве. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и возвращения в семьи пропавших без вести граждан. Говорится в телеграмме. Напомню ранее, президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за наводнений и оползней, охвативших страну. Государство мобилизует все имеющиеся ресурсы, чтобы свести к минимуму число жертв. Он также призвал метеорологическое агентство более оперативно публиковать прогнозы погоды, поскольку в ближайшие дни в регионе вновь ожидаются осадки, и они будут интенсивнее предыдущих. По данным метеоуправления Кореи, на следующей неделе в центральной и южной частях страны может выпасть до 300 мм дождя. На данный момент известно о 37 погибших в результате оползней и наводнений. Еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Из-за непогоды закрыто больше 200 автодорог. Движение поездов также приостановлено. 6 тысяч человек не могут вернуться в свои дома из эвакуационных центров. А в 16 крупных городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в некоторых регионах страны в ближайшие дни может достичь почти 49 градусов по Цельсию. Это погодный рекорд для Европы. Граждан призывают избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за состоянием здоровья, особенно детей и пожилых людей. С лесными пожарами не удается справиться в Канаде. Сейчас там насчитывается свыше 900 активных очагов. Около 600 из них вышли из-под контроля. За последние недели в атмосферу попало свыше 700 миллионов тонн углерода и показатель продолжает расти. А штабы лесных пожаров этого года беспрецедентны, отвечают эксперты. Огонь уже успел уничтожить 10 миллионов гектаров территории. Напомню, в мае и июне лесные пожары охватили Квебек, Британскую Колумбию и другие регионы страны. В начале июня смог дошел до столицы США, Вашингтона, а также до Нью-Йорка. Местных жителей тогда призвали сократить пребывание на улице. О событиях в нашей стране. Ситуацию с тушением пожаров в двух областях Абая и Павлодарской министр по ЧС контролирует лично, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомню ранее, спасатели заявили, что пожар в резервате Ерта-Сормана на площади 850 гектаров локализован. По последним данным, на месте возгорания находится 451 человек личного состава, 108 единиц спецтехники, в том числе 6 вертолетов. Авиация совершила 48 сбросов. Это 144 тонны воды. Пожар данный на данный момент находится на контроле как оперативного штаба на месте пожара, так и в ситуационном центре МЧС в Казахстане. На данный момент все средства находятся там у нас на окоруливании и при возникновении каких-либо еще дополнительных возгораний внутри очага, соответственно, проводится тушение. С природным пожаром борются и в области Абай. Первый очаг возгорания в регионе был локализован вчера вечером. На данный момент в 75 километрах от Семея горит сухостой на площади в 3000 гектаров. На месте работают 115 человек и 18 единиц техники, один вертолет. Авиация сброшена на очаге 54 тонны воды. Угрозы для населенных пунктов нет, сообщили в МЧС. Между тем, в МЧС подсчитали, как изменилась статистика пожаров за год. С начала 2023-го в некоторых регионах страны возгорания участились. Так, больше всего их произошло в области Абай. В числе лидеров печальной статистики также Западно-Казахстанская, Костанайская, Жамбылская, Алматинская области и область ОВТО и ЖДСУ. Есть и регионы, где наоборот произошло снижение случаев возникновения пожаров. Это Караганда, Североказахстанская, Мангостауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области и город Алматы. На Копчегайском водохранилище в Алматы сотрудники ДЧС спасли семью из восьми человек. Они едва не утонули, плавая на катамаране. Как оказалось, они на километр отдалились от пляжа и возвратиться назад самостоятельно не смогли. Спасатели заметили их во время профилактического патрулирования. На лодках доставили к берегу двоих взрослых и шестерых детей. Медицинская помощь семье не потребовалась. Третий год ждут обещанную дорогу жители нескольких сел в Западоказахстанской области. Трассу Жанакалах-Жанаказан, соединяющую несколько населенных пунктов с районным центром, должны ввести в строй в следующем году. Но пока успели уложить только 10 километров щебня. Сельчане опасаются, что строительство трассы на этом и вовсе может завершиться. Отремонтировать 60 километров бездорожья, соединяющий район и центр шестью селами, планировалось за три года. В нынешнем работы должны были вступить в завершающую фазу. Но уже середина лета на стройке не души. Асфальта, бетон и завод тоже пустуют. Для сельчан езда по такой дороге – настоящее испытание. Вот так и живем. Все заработанное на ходовую машину тратим. Должны были уже закончить, а они еще и не начинали. Даже скорая сюда не может добраться иногда. Очень тяжело больным людям. Как быть, если вдруг что-то случится? Просто словами не передать, как мы мучаемся. Машины ломаются. Добраться до райцентра – сплошная головная боль. Как выяснилось, в этом году строительные работы здесь не начинались. Прежние были признаны некачественными. К примеру, этот проложенный участок дороги рушится на глазах. В 2022 году осуществлено 11 выездов. В рамках этого 11 выезда выявлено 12 дефектов. Из них два грубые. Также отобрано и испытано 102 дорожных строительных материалов. Из них, согласно ГОСТам и СТРК стандартам, 24 проб не соответствовало. То есть, какие из них 24 проб – это 4 пробы керна, нижний слой обопокрытия по коэффициенту уплотнению. Около 10 проб грунта. Также щебень и песчаный гравейный сис не соответствуют по зерновому составу. В местном Акимате заверили, укладка асфальта будет возобновлена уже в скором времени. Причиной остановки строительства назвали удорожание материала. Из-за повышения цен на инертные материалы пришлось отправить проект на корректировку. Все утверждено, деньги выделены. Работы будут продолжены в следующем месяце. До конца года дорожные строители освоят 2 миллиарда тенге. Трассу Жанакала-Жанаказан планировали завершить уже в следующем году. Его первоначальная стоимость оценивалась в 15 миллиардов тенге. Работу должны были вести поэтапно. Пока же специалисты затрудняются ответить, насколько отразится простой строительных работ на сроках сдачи объекта. Алишер Накипов, Ерки Буланс Мадьяров, Булат Жарлгасов, Елдар Аюпов. Западно-Казахстанская область Хабар, 24. 600 миллионов тенге потребуется для проведения водопровода в одном из отдаленных поселков Костанайской области. Качественной питьевой водой сельчан обещают обеспечить этой осенью. А еще обещают новые спортивные объекты и игровые площадки. Наталья Строкова проинспектировала ход строительства. В строительство этой площадки вложились не только нынешние жители села, но и бывшие. Находясь в разных городах страны, они продолжают помогать своей малой родине. Очередные 6 миллионов тенге потратили на детей. Мы очень рады, что у нас появилась такая детская площадка. Мы с друзьями приходим сюда каждый день. Катаемся на карусели и качелях. В нашем селе мне очень нравится. Здесь чистый воздух, есть речка и нам есть чем заняться. Несколько лет назад, благодаря спонсорской поддержке, в селе появились архитектурные формы и спортивные объекты, хоккейные и футбольные корты. Делается это не зря. Мы все видим результаты. Дети стали больше увлекаться спортом. Они достигают хороших результатов. Очень обрадовались, когда наш ученик Мадьяр Жапасов поехал на детский чемпионат по футболу в Португалию. За счет бюджета в селе отремонтировали школу. На очереди медицинский пункт. Сейчас тянут новый водопровод за 600 миллионов тенге. Основная магистраль уже построена. Осталось подключить дома. Пользоваться качественной питьевой водой из крана сельчане смогут в начале осени. Будем устанавливать дома ванну, душ, стиральную машину. Сможем огородом заниматься в полную силу. Увеличим площадь и количество овощей и зелени. Планирую фруктовые деревья посадить. В Амангельдинском районе 30 населенных пунктов. В половине из них есть качественная питьевая вода. Доступ к ней в оставшихся селах обещают обеспечить в ближайшие два года. Наталья Строкова, Сергей Трахтымберг, Кустанайская область, Хабар, 24. А в Жамбулской области 81 населенный пункт остается без центрального водоснабжения. Обеспечить чистой питьевой водой жители этих сел обещают до 2025 года. К реконструкции и строительству водопроводных сетей приступили в пяти селах в Сарасусском районе и некоторых массивах города Жанатаса. Анастасия Сулейманова продолжит. В массиве строитель Ильгиз Боликбаев живет 11 лет. Говорит, из благ цивилизации здесь только электричество. Отапливаться приходится углем, а водой пользоваться из колонок. Летом для полива огорода выручает насос. Но зимой все-таки приходится сталкиваться с трудностями. Все замерзало, приходилось отогревать, ведрами носить. А сейчас мы трубы выделили на улице, теперь все домой проведем. Кран открыл, и все хорошо, тепло и удобно. Так что всем большое спасибо. Еще и газ обещает. Это раньше был дачный кооператив. Дачный кооператив не предусматривал подведение каких-либо коммуникаций, кроме электричества. Сейчас, когда дачный кооператив расформировали, присоединили к черте города. И поэтому сейчас я рад, что проводят коммуникации. Холодную воду проведут, канализацию сделают. На водоснабжение массивостроитель выделили больше 460 миллионов тенге. Объект зададут в эксплуатацию в октябре. Между тем 20 из 25 населенных пунктов Сарасовского района уже обеспечили центральным водоснабжением. Миллиард 660 миллионов выделили на эту сумму. На 5 населенных пунктов идет реконструкция и строительство водопроводных сетей. Из них 4 населенных пункта в этом году до конца года завершатся и сдадим эксплуатацию. Один объект, это большой объект Саудокент, является переходным. В следующем году, в конце года мы его до конца примем и тоже сдадим эксплуатацию. Сейчас 286 сел из 367 уже имеют центральный водопровод. Жители остальных обеспечат качественной питьевой водой до 2025 года. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар-24. В Казахстане намерены изучить международный опыт, чтобы внедрить в стране лучшие образовательные программы. Об этом в интервью агентству заявил председатель Казахстанского агентства международного развития. Ежегодно наша страна выделяет 550 грантов на образование зарубежных студентов. К нам едут учиться из 32 государств. По словам эксперта, это способствует продвижению нашей страны на мировом рынке как образовательного хаба. Во время этой поездки мы изучали опыт, как американское агентство планирует, бюджетирует свою деятельность. Какова структура самого агентства и что можно перенять интересного и полезного для нашей страны и для конкретного развития нашего агентства. В частности, интересный опыт это проведение оценки эффективности реализации проектов, которые в США существует отдельный офис инспекторов, которые независимы от правительства, подотчетны напрямую к Конгрессу США, которые оценивают результативность наших, в смысле, проектов, которые проводит агентство. Необычную форму взаимодействия с местным сообществом придумали в одном из сел Майского района Павлодарской области. Здание местного Акимата превратили в современный центр информации и коммуникации. Работу с населением ведут по принципу одного окна. То есть теперь сельчанам не нужно ездить в райцентр за консультацией или справками. Этот год в селе Майтубек насыщен переменами. Провели освещение, проложили асфальт, построили фаб. Сельский Акимат начал по-новому работать с местными жителями. В одном месте теперь можно решить все вопросы. Сразу пять проектов завершили в нашем селе. Ночью в ауле стало светло, появилось уличное видеонаблюдение. В сельском клубе сделали ремонт. Аул процветает и здесь теперь удобно жить. Так что приглашаем переезжать к нам. Мы будем рады всем. В Майтубеке доступны современные информационные технологии. Автоволоконная связь обеспечила высокоскоростной интернет. В этом здании теперь решают многие сельские вопросы. Центр коммуникации и информации в сельской глубинке. Такая форма работы в Павлодарской области применяется впервые. Это, можно сказать, симбиоз органов государственной власти и общественной жизни сельчан. Именно открытость и доступность к современным коммуникационным технологиям для центра является приоритетным направлением. По вечерам здесь обсуждают насущные проблемы Ахсакалы. А днем для детей и молодежи работает каворкинг-центр. Центр и дальше намерен расширять перечень услуг. Вот такие центры, где мы можем собраться за одним столом. Это время технологий, это компьютер, это высокоскоростной интернет. Это все сделано для нашего населения, особенно в первую очередь для молодежи. Касымзамар Кемелевич на национальном Куралтае сказал, основное внимание уделить подостающему поколению. К чему мы сейчас и стремимся. Теперь Майтубеку остро нужны жители. Эта проблема больше всего заботит местное сообщество. Сельчане запланировали поездку на юг страны. Задача пригласить в гости с переездом. Ербулабишев, Женстин Ербулак из Паладарской области, Хабар, 24. В городе Кунаеве строят два новых пляжа. Общая протяженность зоны отдыха увеличится до 5 километров. Одного пляжа отдыхающим уже давно явно не хватает. Азиза Кубаева продолжит. Водохранилище Копчега – одно из популярных мест для отдыха в Алматинской области. Во многом это благодаря тому, что курорт расположен недалеко от мегаполиса. Каждые выходные сюда приезжает больше 10 тысяч человек. Тут есть крытые палатки, кафе и бары. Однако отдых здесь может существенно ударить по карману. Просто приехать и уйти стоит 25 тысяч тенге. Мне кажется, это очень дорого. К тому же инфраструктуру, побережье, водохранилище здесь еще нужно развивать. Из-за наплыва отдыхающих качественным сервисам удается охватить не всех. Например, может не хватить душевых кабинок или шезлонгов. Не справляются с последствиями такого потока коммунальщики. После людей остаются горы мусора. В целом 4 единицы техники тут работает. Ежедневно 20 человек занимаются уборкой территории. В рабочие дни из-за малого количества посетителей мусор набирается на 5-10 тонн. И наоборот, когда людей много, обычно в выходные и праздничные дни мусор собирается на 10-15 тонн. Всего на центральном пляже работают 46 субъектов предпринимательства. Каждый из них отвечает за чистоту на своей территории. Мы хорошо осознаем всю ответственность за чистоту территории. Наши сотрудники утром рано в 7 часов собирают весь мусор. И также вечером. В моем распоряжении работают 10 человек. Все они получают зарплату. В Кунаеве намерено открыть еще два новых пляжа. Они прописаны в генплане развития города. Уже идут строительные работы. Азиза Закумбаевал, Масадуахас, Хабар 24. В завершении выпуска у берегов Коста-Риги ученые обнаружили чрезвычайно редкий питомник глубоководных осьминогов. Моллюски обосновались на подводных горах на глубине почти 3000 метров. Специалистам удалось их найти при помощи дистанционного оборудования для наблюдений. Эксперты не исключают, что, возможно, они обнаружили потенциально новый вид. Активный питомник глубоководных осьминогов – чрезвычайно редкое явление. Этот стал третьим, о котором известно ученым. К этому часу у нас все. Всего доброго.